И еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия. В Сургуте прошли матчи молодежной волейбольной лиги. Звезда Югры принимала на своем паркете дублеров новоуренгойского факела. Анна Серикова продолжит. Дублеры факела и Газпром Югры в этом сезоне встречаются на волейбольной площадке впервые. При этом у каждой команды есть фора. У новоуренгойцев это положение в турнирной таблице. У сургутян домашний паркет. Два дня, две игры. Несмотря на то, что игры молодежной лиги не пользуются большой популярностью у болельщиков, ребята выкладывались по полной. Все как в большом волейболе. Эмоции, тактические перестановки, красивые атаки и самоотверженная игра в защите. В первый день волейболисты выясняли отношения в пяти партиях. Причем у дублеров Газпрома тон игры задавал Антон Грачков результативными подачами. Шансы на победу в пятом сете были равны. Один мяч решил все. Когда там в пятой партии, наверное, сами видели. Когда вот при счете 3-3. Просто так безалаберно проиграли мы. И все. И после этого у нас пошла череда ошибок. И по сути мы упустили свою игру. Первая встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу дублера факела. Но тренер команды «Звезда Югры» игрой своих подопечных остался доволен. В первую очередь стоит отметить игру факела, что это самая сильная команда, конечно. Молодцы, что они опустили голову, боролись до конца. Ну а тайбрейк, это лотерея. Две ошибки в середине партии, в начале, в первой половине партии решили исход. Менее суток на работу над ошибками у тренера и на восстановление у спортсменов. Второй игровой день дублеры Газпрома начали на мажорной ноте. Но долго радоваться не пришлось. Собственные ошибки и хорошая игра соперников привели к нерадостному итогу. Встреча закончилась со счетом 3-0 в пользу гостей. «Проиграли скорее в атаке. Много не забивали, в основном в концовках. Но думаю, больше это связано с тем, что некоторые ребята, пришедшие с первой командой, не сыграны с нашим связующим игроком». «Вчера мы отыграли намного лучше, конечно. Все-таки пять партий дало себе знать. Сегодня немного хуже отыграли. А так, в принципе, ничего. Хорошо все». После этих игр «Факел» с 5-10 очками возглавляет турнирную таблицу. «Звезда Югры» находится на третьем месте. В активе команды 39 очков. Самыми результативными игроками по итогам серии стали «Клюка Геливеров» Ласов у «Факела» и «Суворов», «Щидилов» и «Гончаров» у «Звезды Югры». Следующий матч дублеры «Газпром Югры» сыграют в Новом Уренгое против фармклуба «Казанского Зенита». Анна Серикова, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий.